Привет! Меня тянет на приключения. Я сейчас пытаюсь проехать к Белому дому. Это Вашингтоновское метро. У меня есть пару часов времени, пока за мной приедут и заберут на машине. И мне не захотелось включать в библиотеки, где обычно я ожидаю свой транспорт, свою карету. И решила попутешествовать. Это Вашингтонское метро. Я видела метро в Петербурге, в Москве, в Киеве. Должна сказать, что метро в Вашингтоне очень отличается и станции действительно стрёмные. Особенно, когда остаешься один на экскалаторе. Бывает не прикольно, потому что, может быть, сейчас я одна. Сзади может идти кто-то сомнительной внешности. И когда ты остаешься одна в таком сером, замкнутом пространстве, ощущаешь себя не очень уютно. В принципе, метро здесь удобная развязка линий. Метро здесь по цветам разных линий определяется в зависимости от маршрута. Здесь нельзя быть животными. Ещё есть какие-то ограничения. И я сейчас покажу. Это метро. То есть ужасные стены. Есть, конечно, станции получше. Но это метро выглядит, как такой бомжатский подвал. Карточки можно покупать или пополнять вот в этих автоматах. Там сидит служащий. И вот развязка дорог. Так что, до приключений искать. В метро я случайно подносила со своими коллегами. Это журналисты. Они работают на одной из известных агенций. Мы обменялись телефонами. И вообще, очень было приятно поговорить о чём-то о своём близком. У нас сегодня дождь. Утро было солнце. И меня уже успели огорчить, что может быть ещё холодно. Потому что в прошлом году в это время было минус 18 градусов мороза. И заносы ничего не работало. Это улицы Вашингтона. Это дорога к Белому дому. Капает дождик. Я хотела проехаться в зоопарк. И, наконец, увидеть панд. И всякое такое интересное. Но боюсь, что мне сейчас придётся спрятаться под крышу. Кстати, мои коллеги-журналисты сказали, что около Белого дома, там сейчас постоянно какие-то забастовщики против Трампа. Территорию обгородили. Вот. И работа при службе, в общем-то, ещё не очень налажена. Потому что ещё принимаются определённые законы. Они пошутили, что Трамп любит законы принимать вечером в пятницу. Когда они уже расслабились. И тогда нужно сразу, срочно подавать информацию. Вот везде полиция. Никогда не видела таких цветов. Но это очень красиво. Февраль месяц, и вот она цветёт. Посмотрите. Это просто божественно. И я сейчас вышла к мемориалу Вашингтона. Мне говорили, что там есть лифт и смотровая площадка вверху. Может быть, мне повезёт. Вот здесь впереди президентский парк. Стоят машины. Продают сувениры. По-моему, сейчас будет гроза. Но это никого особенно не пугает. В таком официальном месте уличные торговцы. И никто их не гоняет. В общем-то, это разбавляет официальную картину центрального Вашингтона. Наверное, здесь пасутся туристы в основном. Всё тоже грозное небо. Гремит гром. Одна такая особенность, во-первых, летит самолёт. Здесь близко аэропорт Рейгана. И самолёты пролетают буквально над городом. Вот, ещё такая особенность, не знаю, может быть, это связано с мерами безопасности. Здесь нет мобильной связи. Вот такой вид Вашингтона открывается. Я нахожусь около мемориала Джорджу Вашингтону. Люди гуляют. Делают селфи. И я туда же. Так, похоже, сюда я не попаду. Здесь закрыта. Камера. Секьюрити не спит. Хорошо, идём дальше. Очень жаль, конечно. Я так вижу, что они подходят и трогают руками эти стены. Не знаю, может быть, это на удачу. А вон, что творят. Я не знаю, может быть, это примета какая-нибудь. А, это всё понятно. Наверное, так лучше вид. Они, может быть, так делают фотографии. Там впереди мемориал Винкольну. Вот самолёт летит. И город. Сверкает молния, я даже боюсь снимать. Вот мне ужасно нравятся эти автобусы. Я не знаю, это или прогулочный автобус, или городской. Но нужно обязательно на нём проехаться. Может быть, в следующий раз, потому что реально бьёт гроза. Сейчас может начаться ливень. Там впереди мемориал ветеранам. Я попробую ещё найти какой-нибудь музей. Так, реально начинается дождь. Я просто хочу показать. Вот полиция дежурит. Это вид на Белый дом. Но я уже убегаю, потому что нужно куда-то прятаться. Я хочу показать, на улице начался настоящий ливень. Меня буквально оснастило с ног. Я вся промокла. Здесь есть... Я спасаюсь в каком-то музее. Там вот кто-то ещё мокнет. Здесь есть специальная система охраны. Там... Там людей проверяют, все их сумки. Но поскольку сильнейший ливень начался, буквально ураган, охранник пожалел людей, пустил без всякой проверки. Вот, посмотрите, что творится. Сегодня с утра было солнечно. А там уже проверяют сумки. Поставляют там личные вещи, которые нельзя проносить. Металлоискатель. Я даже не знаю, в каком я музей нахожусь. Люди не спешат выходить. Вот, сколько людей. Я даже не хочу показывать. Я выяснила, в какой музей я забежала. Это музей американской истории и футуры. Вот, здесь полно людей. Кажется, на улице появляется солнце. Ну, все, что пробую здесь что-то увидеть. Ну, себя вряд ли буду показывать. Мокрой курицей. Не знаю, куда я поднимаюсь. Здесь везде экскалаторы. У меня есть такая дивная привычка. Я, в общем-то, иду без определенных маршрутов. Просто за потоком людей. Либо по интуиции. Не знаю, попробую подняться выше. Я попала в какой-то зал. Это действительно музей американского искусства. Здесь вот есть такие стенды. Типичная американская музыка. Сейчас попробую поближе подойти. Вот она какая длинная. Кадиллак. Кадиллак. Проекции. Вот это Майкл Джексон. И здесь везде экраны. Везде какая-то демонстрация, чтобы создать атмосферу. И я такая зажигаю. Я так понимаю, что это часть современного искусства. Но выглядит вообще-то жутковато. Какая-то золотая нога. Шерсть и в середине колеса. Видимо, признак не знаю чего. Цивилизации или дикости. Хочу показать этот зал, где можно посидеть и послушать проповедь. Там на мониторе поверье. Это музей американской истории и культуры. И, конечно, здесь очень много афроамериканцев. Они, пожалуй, основные посетители музея. Здесь их идолы, так сказать. Это уже спорт. Я попробую сейчас еще зайти в какой-то зал. Потому что я забежала сюда во время дождя. И музей скоро закрывается. Туристы отдыхают. Можно сказать, что здесь очень красиво. Все, мрамори. Очень много людей. Так, туда все заглядывают, и я загляну. Да вот так высоко. Плевать туда нежелательно. Здесь везде камеры и секьюрити. Так, я попала в еще один зал. Вижу, там написано. Кресса, по-моему. Читаю образование. Школы. Кстати, вот, видела инвалидов. Я уже как-то говорила, что люди себя чувствуют абсолютно комфортно. Для них все. Для них все привилегии, скажем так. Вот, это пошла уже форма военная. Кресса, по-моему. Наверное, история развития вооруженных сил. Да, вот люди стоят, читают. Я, конечно, полный пенек. Потому что, я не знаю, почему они по-русски не написали. Ну, я понимаю, что это зал милитари. Это слово я знаю. Ага. Это, видимо, гражданская война еще. Вот, там батальные сцены. Вот, можно даже какие-то показатели. В общем-то, американцы гордятся, конечно, своей историей. Они подолгу останавливаются в Каластандах. В принципе, для меня здесь, конечно, нет ничего такого яркого, примечательного. Потому что я человек другой культуры, мягко говоря. Кстати, я здесь видела рекламу армии. Они зазывают молодых людей на службу. Служить в армии в Америке очень престижно. Поэтому она всячески папа и милляризирует. Кстати, пацакай. Кстати, здесь везде музыка случится. Я даже не знаю, откуда. Я хочу показать, как здесь красиво и удобно. Везде экскаваторы, все в мраморе. Там продают сувениры, вижу. Здесь, по-моему, этот музей в четыре этажа. Залы небольшие. В общем-то, состоят в основном из стендов. Они меня все время пропускают, видят, что я снимаю. Иногда я снимаю из себя, а они думают, что я снимаю какой-нибудь экспонат. И я этого не вижу. И я не вижу, как люди стоят минут 20 и ждут, пока я себя любимой сфотографирую. Так, мне опять же уступили место, чтобы я снимала. Ицакайсэнки варимач. Хочу показать, этот музей находится около пика Вашингтона, мемориала. Вон летит самолет. Стекла мокрые. Дождь уже закончился. Люди поубирали зонтик. Я еще в музее. И хочу здесь еще погулять. Спустилась в самый нижний зал. И люди тут, блин, поустраивались, как будто на вокзале. Они просто сидят, тупо отдыхают. Да, может быть, тут так принято. Никто не спешит покидать этот музей. Вот, сидят себе, отдыхают. Даже не понимаю, почему они тут так поустраивались. Музей скоро закрывается. Я иду дальше. Микрофон я сегодня не взяла. Чувствую, что звук будет ужасный. Вот, посмотрите-ка. Абсолютный кайф. Может, посидеть с ними. Вот это какая-то фигня круглая. Я не знаю, попробую зайти сюда. Ага, это кинозал. Моя такая спонтанная экскурсия заканчивается. Вашингтон, конечно, ну, очень классный город. Он, во-первых, зеленый. Во-вторых, очень уютный. Ну, вот даже взять эти кафешки на колесах в официальном центре, как бы, где полно охраны. Их никто не гоняет. Это вот такой милый бизнес. Во-вторых, очень удобная развязка дорог. Очень чисто. Ну, это, конечно, центральная часть города. Я сейчас была в музее американского искусства, пытаясь найти метро и ехать домой. Я вымокла, замерзла. Но я очень довольна. Сильный ветер. Там, по-моему, еще собирается дождь. Я пытаюсь найти метро, чтобы доехать домой, и там меня встретят. Человек, который меня возит, он не любит Вашингтон. Он боится здесь ездить. Как говоришь, здесь очень напряженный транспорт. Надо будет проехаться по... По-моему, он сказал ему факт. Надо будет проехаться по этих автобусах. Транспорта здесь действительно достаточно. В Белый дом я так и не попала. Я обожаю американские флаги. И... Да, насчет города Вашингтон, конечно, мне очень нравится. Он кажется очень уютным. Здесь есть где побегать, позаниматься спортом, перекусить, подышать воздухом, и есть куда пойти. Чистые улицы, чистые дороги. В общем-то, здесь безопасно. Полиция на каждом углу. В плане транспорта такси, метро, автобусы. Вон еще что-то цветет, но это вообще поразительно, конечно. Февраль месяц. Я чеку проскочила. Я бегу вся замерзшая на метро, но обратила внимание, что люди останавливаются здесь. И вот, что я увидела. Отель президента Америки. Величественное здание, конечно. Там колонны в стиле Трампа. Специально остановилась, хотя очень холодно, чтобы показать, какая разная Америка. Вот эта официальная ее часть. Недавно я прошла вот, собственно, отдел юстиции. Недавно прошла отель Трампа. И вот такой вот на лавочках. Здесь отдыхают бездомные. Это уже не первая такая лавочка с такими одеялками. И вон стоит полиция. В общем-то, это, наверное, нормальные вещи для Америки. Мне это видеть странно. Я не понимаю, для чего здесь эти одеялка. Может быть, их специально оставляют для бездомных. Да, их специально оставляют для бездомных людей. С ума сойти. Это вот одеяло. Это вот одеяло. Штанишки упали, футболочка, чтобы людям, которые не имеют дома, было где переночевать, и они не замерзли. Я офигеваю. Мой любимый Вашингтон. Я наконец-то нашла метро. Продрогала, как тусик, но довольная, как слон. Опять накрапываю дождик, я буду прятаться. И солнце, и дождь. Это спуск в метро. Мне пришлось спрашивать полицию, как пройти. Я немного заблудилась. Сейчас попытаюсь доехать до нужной станции, там меня должны встретить.